Сегодня мы с вами обсудим гарнитуру серии Prime от SteelSeries Artis Prime. В целом, наушники не получили сильного обновления внешне. Это все те же артисы. Но давайте-ка мы их распакуем и посмотрим, что же хранится внутри. Окей. Защитная пластмасска. Гарнитура. И... Так, здесь пустота. Так, и вот в этой коробке у нас получается две брошюрки. О них разговаривать необязательно. Кабель. Кабель. Попфильтр. Все. Так, теперь поговорим о том, что у нас здесь есть. Окей. Брошюрка у нас имеет информацию о подключении, коннекты, регулировке гарнитуры. Вторая. Говорит о том, если вам понадобится помощь, вы знаете, куда обращаться. SteelSeries.com.sabr. Так. Гарнитура. Два кабеля и губка. Два кабеля и губка. Хоть наушники не получили того самого сильного изменения, но давайте-ка разберемся именно с этой моделью. Оголовье. Металлическое, прочное, регулируемое. Микрофон, что спрятан в чаше. Материал чаш. Плотный матовый пластик. Оголовье, что имеет шикарный статус, оно реально крепкое. Гни, не гни. В принципе, здесь никак не сломать. Ну, если вы, конечно, не приложите каких-нибудь левых усилий. Боковые части чаш сделаны из софт-тач пластика. И самое, что прикольное, они съемные. Неизвестно, будут ли какие-нибудь другие крышки с расцветками, узорами, татуировками. На офсайте SteelSeries этого не указано. Но, возможно, появятся те самые кассанные юзеры, которые займутся этим. Снимается удобно, имеет два магнита. Размер оголовья регулируется максимально просто. Так как у нас надета здесь эдакая резинка в виде ремня, соответственно, благодаря вот этой липучке вы сами можете регулировать ее размер. Натянули, надели липучку, растянули. Все очень просто. Амбушюры из эко-кожи объемные. А значит, будут иметь шикарный шумодав. И ничто во время катки вас не будет отвлекать в фулл фокус. Так, давайте-ка теперь мы оденем гарнитуру и проверим их удобство. Да, удобство это то самое секретное слово, которое будет заложено в условиях розыгрыша. Раза три, четыре, пять. Себя я, соответственно, уже мало слышу. Это при том, что они не подключены ни к чему. То есть я не играю, не слушаю музыку. Сидят удобно. В принципе, ничего не жмет. Уши не задевают внутренней части чаш. Шикарно. Управление гарнитурой происходит на левой чаше. Кнопка мута микрофона. Если регулятор отжат, значит микрофон выключен. Колесо регулировки громкости. Далее вход для кабеля для коннекта гарнитуры с вашим устройством. Ноутбуком, консолью, либо смартфоном. И рядом еще есть дополнительный порт 3.5. Для того, чтобы вы могли подключить дополнительную какую-нибудь гарнитуру. Если вы едете, допустим, в поездке со своим другом, либо подругой. И совместно смогли просматривать, к примеру, какой-нибудь фильм. Микрофон реально удобный. То, что его можно спокойно вынуть и спрятать также в эту же чашу. Донаправленный имеет подавление шума. А также в комплекте есть поп-фильтр. Надевается просто, но есть малый минус. Если вы будете прятать микрофон обратно, до конца вы его уже не засунете. Раз мы дошли до микрофона, давайте-ка мы его протестим. Итак, мы начали запись на гарнитуру SteelSeries Artist Prime. Соответственно, вы услышите, как работает шумоподавление. То есть, в тот момент, когда я перестаю что-либо говорить, врубается шумодав и всякие лишние шумы блокируются. На ваших экранах выставлены настройки чувствительности данной гарнитуры по умолчанию. У кого-то, возможно, будет даже усиление. Поэтому давайте-ка мы сейчас проверим, если мы возьмем данный ползунок и будем постепенно его понижать и, соответственно, потом обратно также повышать. Вот так вот меняется чувствительность гарнитуры SteelSeries. Далее. Также мы можем добавить немного усиления данного микрофона. Соответственно, возможно, вырастут шумы. Но теперь вас будут слышать намного лучше. Но если мы поднимем еще выше децибела, то всякие посторонние шумы будут хвататься еще больше. Поэтому усиление микрофона не советую. И играться только с ползунком самого микрофона. Обычно выставляют на 90. Микрофон в целом неплохой. Но для вас есть более важная информация. Какое же звучание в игре у данной гарнитуры? Хоть я любитель поиграть во многие жанры, но все всегда тестируют уши в CS. Ведь только там основы звуков, которые всем так важны. Да и процент игроков в основе заложен в этой дисциплине. Поиграв в пару матчмейкингов, скажу так, позиционку ловит отлично. В целом я слышал врагов повсюду, где они находились. В общем, по звучанию меня так же все устроило. Громкость и четкость звуков 10 из 10. Лично мое мнение. Но возможно в более серьезных играх взять тот же PUBG симовский, либо Warzone, где более объемные звучания и, соответственно, их количество намного больше. Возможно, там звуки будут менее качественные, чем в CS. Но это лично мое предположение. А так гарнитура шикарно звучит. Ну, обзор подошел к концу, но мы остановимся на самом интересном и вкусном для вас. Соответственно, данная гарнитура достоится не мне, а вам, дорогие зрители. А кому именно, все зависит от вас, как вы выполните все условия розыгрыша. Итак, все, что вам нужно будет сделать, это подписаться на наш инстаграм APGUS, ссылочка в описании, соответственно. Отметить трех друзей и лайкнуть данную публикацию. Ну и, соответственно, когда вы выйдете в рандоме, я у вас прошу про секретное слово, которое было озвучено в середине ролика. Если вы про него не в курсе, соответственно, обзор вы посмотрели не полностью. Так что мотайте, либо смотрите с самого начала, чтобы его не упустить. Если вы не озвучите секретное слово в течение минуты, соответственно, мы будем делать перерандом. Условия просты, все шикарно понятно. Гарнитура крутая и будет ждать именно тебя. Так что выполняй условия и участвуй в нашем розыгрыше. А с вами был Даггер и магазин APG. Всем спасибо большое за просмотр данного обзора. Всех поздравляем с новым 2022 годом. Годом тигра, либо льва. Вот, вечно путаюсь. Всем удачи, всем счастья. Не болейте. До следующих выпусков. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok